Владимир, да, микрофон там, он подключен. Раз, раз. Добрый день, коллеги. Как у вас настроение? Вижу, народу уже немного осталось. Я сегодня попробую дать полезную информацию и рассказать о том, как эффективно тратить бюджет на видео. Вообще здесь есть представители компаний или физические лица, которые производят продукт или какую-то услугу? Есть? Отлично. А есть люди, которые уже имели опыт создания видео, имеют видеоролик на сайте? Есть, да? Круто. А эффективность проверяли? Нет. Ну, я тогда расскажу еще и про инструменты измерения эффективности видео. Ну, и поделюсь просто для новичков информацией, какие форматы можно сегодня выбрать, какие будут эффективны. Наверное, какие будут эффективны для конкретной ситуации, мы отдельно рассмотрим. Я сегодня хотел бы рассказать больше даже не о кейсах. Я часто рассказываю о кейсах, где видеоролики повышают конверсию, ну, а для бизнеса это повышает продажи, прибыльность бизнеса. И, по сути, вложения в видео являются инвестициями. Сегодня немножко теории, наверное, но на какие-то практические вопросы я готов ответить после своего выступления. Ну, давайте начнем. Немножко о нас. Мы находимся в Екатеринбурге, работаем в Москве. За пять лет работы мы сделали более полутора тысяч работ для разных клиентов, разного уровня, для мелкого, среднего и крупного бизнеса. Мне всегда нравилась идея, что моя работа, она может быть оценена конкретными результатами. Я давно работаю в рекламе, и меня всегда смущало, что, например, когда компании вкладываются в наружку, это довольно трудно отследить, как она вообще сработала. Сегодня благодаря инструментам интернет-маркетинга, онлайн-метрикам, различной формы можно, в принципе, оценить все, любое взаимодействие с клиентом. Вот. О базовых форматах. В целом можно выделить условно четыре жанра. Я немножко издалека начну. Вот есть все, что сегодня делается видео для интернета, видео для сайтов. Я вот называю этот инструмент условно видеомаркетинг. Видеомаркетинг, конечно, более широкое понятие. Оно про то, как продавать с помощью видео. И оно относится, в общем-то, к каждому жанру. Но вот больше всего мы сталкиваемся в этом в обзорах, в инструкциях. Если у вас, например, какой-то сервис, который оказывает онлайн-услугу, там может быть интернет-банк, то это может быть скринкаст, демонстрация сервиса. Это может быть обзор товара, обзор серии товаров и так далее. Есть жанр корпоративного видео. Все, наверное, тоже с ним знакомы. Ну, наверное, вы даже на вскидку, кстати, не вспомните ни одного фильма о какой-либо компании, который бы вам запомнился. Потому что это довольно скучный формат, который подходит для B2B-сделок, для выставок. Там он хорошо работает. Сегодня есть форматы корпоративного видео более интересные. Например, в видеобизнес-процессе – это штука, которую давно делает канал Discovery, BBC. Это рассказ о том, как некий процесс происходит, например, производство товара. Мы не говорим о компании, а мы показываем, например, как она доставляет товары. Или как она производит некий материальный объект, материальную продукцию. И когда мы показываем этот процесс, естественно, видно весь подход компании к этой работе, качество этого процесса. Есть такие форматы, как видеоинфографика. Они, в общем-то, предназначены для годовых отчетов. Крупные компании любят такие штуки. Это мультимедийная презентация, то, что я вам сейчас показываю. Такая статическая картинка. А там все это с помощью видео, 3D-графики, 2D-графики оформляется очень здорово. Ну и позволяет большой объем информации уложить. Есть рекламный жанр. В нем есть различные разновидности. Я сейчас их не буду комментировать. Мы в основном сталкиваемся в 90% случаев видеоконтента именно с рекламным контентом. Каждый день мы с ним взаимодействуем. В YouTube, в Facebook, в ВКонтакте, в Одноклассниках, на экранах, где угодно. В телевизоре. Телевизор, кстати, сейчас уже проигрывает в чем-то интернету. Ну вы это знаете, наверное, эти данные. Я думаю, что интернет победит уже в 2018 году. Точно. Ну и есть формат репортажного видео. Это штука, когда вот сейчас происходят мероприятия. И, например, моя компания в том числе снимает видеоотчет этого мероприятия. Затем организаторы этого мероприятия смогут этот ролик выложить на сайт, продемонстрировать вам же, например. Вы можете увидеть себя и вашим друзьям, например. Базовые форматы – это важная штука для понимания того, как формируются затраты на видеоролики. И какие форматы можно сделать, например, альтернативой вашим предположениям. Двигаемся дальше. Можно смотреть на это даже с другой точки зрения. Можно разделить это по воронке вашей продаж. Если, например, вы являетесь интернет-магазином, то у вас есть карточки товаров, есть категории товаров, ну и есть инфо-страницы. В офлайн-бизнесе чаще всего на сайте есть инфо-страницы, ну и категории товаров. Карточки товаров не обязательно же там должны быть. И вот разные форматы подходят под разные задачи. Давайте сразу такой вопрос. Как вы думаете, работает ли видео и как? Повышает ли оно эффективность вашего бизнеса? Есть ли у кого-то какие-то истории? Такого опыта нет, да? Ну я в среднем скажу тогда, наверное, температура по больнице, что хорошее качественное видео увеличивает конверсию сайта или странички, где оно располагается. И если оно отвечает задачам и ожиданиям клиента, то это 10-15% повышения конверсии. Повышение продаж в случае, например, если это категория товара или карточка товара. Теперь просто про процесс производства. Здесь есть коллеги, они в принципе меня могут поправить. Но в целом в производстве видео существует три больших этапа. Это при продакшн, это все, что относится к подготовке видео, интервьюированию клиента, брифированию. Если вы сегодня обратитесь ко мне с просьбой сделать видео, безусловно, мы с вами проведем значительное, ну такое протяженное во времени интервью. Это может быть и час, и полчаса. Потом у нас будут, скорее всего, какие-то дополнительные контакты для того, чтобы уточнять какую-то информацию. По результатам такого сбора информации составляется техническое задание. На основе этого можно делать сценарий, ну и ехать дальше, организовывать съемку, проводить эту съемку. После того, как провели съемку, работать с материалом, наполнять его графикой, делать дизайн звука и так далее. Это три основных этапа. Я немножко проиллюстрирую, сколько они по времени занимают с нашей стороны. Я хочу, чтобы вы увидели немножко наши услуги изнутри и поняли, как вообще здесь происходит бюджетирование, например. Вот так выглядит примерно распределение времени и ресурсов вообще на проекте. То есть обычно при продажном подготовка к проекту во времени занимает, наверное, половину всего времени проекта. Это начиная от первого контакта и заканчивая там получением предоплаты. Примерно 50%. Еще немножко времени занимает, совсем немножко. Обычно это вот, например, если говорить, ну не знаю, там про рекламный ролик, он может сниматься там за одну-две съемочных смены. Редко когда больше. Если речь идет, вот даже просто на примере кино. Кино может производиться, например, два года, а съемочных смен всего было 17. Они просто грамотно спланированы, они могут быть разнесены во времени. Здесь примерно происходит то же самое. Ну и обработка материалов занимает еще значительную часть времени. На этом же этапе обычно клиент просит вносить правки. Это нормальная обычная история. Желательно, главное, чтобы она не затягивалась. А вот с точки зрения распределения затрат клиента все выглядит немножко иначе. У нас, к сожалению, в России, ну знаете, есть гипотеза, почему в России плохое кино. Есть у кого-то какая-то версия, почему? Не буду томить. Предложу объяснение, что у нас очень мало платят сценаристам. Поэтому у нас очень слабая школа сценариев, по крайней мере, в текущее время. Так вот, в текущем, ну на сегодняшний день в продакшене сценарий, ну вот в таком, не в рекламном продакшене, а в таком прагматичном сценарий стоит совсем немного. Есть некоторая часть, которая занимает это съемочное оборудование, есть это производство, то есть съемочный процесс, и есть там монтаж материалов. Вот, есть еще, конечно, маржа агентства, ну или студии, которая делает этот проект. Вот так это примерно выглядит. А теперь несколько способов, как экономить на производстве видео. Ну, давайте вот попробуем разобраться, из чего состоит видео. Видеоролик состоит из видеоряда, состоит из звука, звуковой дорожки. И вот в эти две составляющие входит еще ряд целых пунктов. И есть несколько возможностей, как здесь экономить. Например, вы можете упростить задачу для продакшен студии и заказать попроще картинку. То есть снимать не на кинокамеры, а, например, на цифровые фотоаппараты. Один из способов. Сегодня очень много желающих, особенно производственных предприятий, которые говорят, мы хотим показать масштаб, хотим, чтобы это было снято с коптера. Если вы вырезаете с мета коптер съемку с воздуха, это тоже один из способов вывернуться. Если ваш ролик наполняется графикой различного рода и анимацией, то один из способов экономить, резать эту статью расходов. Но я бы здесь это не советовал делать ввиду чего? Сегодня социальные сети, ну, например, Facebook стимулирует производство и размещение видеоконтента. И тогда, если вы в ленте листаете вот такой ролик, и он вам попадается на глаза, он обычно без звука у вас в ленте проскальзывает. И если в этот момент хотя бы одно сообщение в виде вот таких вот титров человеку ловит, это уже будет хорошо. Это графика, это 2D графика. Продолжение следует...